Всем большой привет! Начинаем новый влог. Привет всем, кто выжил после 31 и 1. Сегодня 2 января. Прекрасная погода. Мы собрались идти на улицу. Сейчас покушали. Точнее, кое-кто еще ест. Сейчас там супчик догреется еще прям немножко. Хотела вам показать хозяева. Приехали сегодня 2 января сюда в дом и подарили вот такие подарочки. Сейчас вам покажу. Это пахлава, наверное, да? Сегодня день праздник. 2 января в Грузии это считается праздник. Медоба называется или по-другому день судьбы. В общем, как сегодня день проведешь по традиции в Грузии, так и будет у тебя год. Его проводят с семьей. Нельзя ругаться. Дружно, мирно. Ходить друг к другу в гости. Хозяева нас позвали в гости сюда. У меня первый этаж к ним. Чай пить. Сейчас Гриша поедет супчик и пойдем к ним пить чай. Правда? Вкусные супчики, Гриша, бабушка сварила? Да. Ну давай, кушай. Мы приехали на гору Самеба. Вышли чуть пораньше, решили пройтись ножками. Я уже начинаю. Тяжело дышать. Вот тут есть парковка. Но мы чуть подальше вон там поставили. Ну все, мы пришли направо. Поворачивай, Кирилл, что да. Сегодня прям много людей. Вся парковка забита. Тут, кстати, дает женщинам такие как беретнички, повязки и платки обязательно. Пойдемте сначала на этот этаж, а потом наверх. Это гора Самеба, на ней находится монастырь. Так, тут тепло. Тут в прошлый раз были с Кириллом, с Гришей, с Артемом, в этот раз с мамой и с Виталиком приехали. Погода здесь потрясающая. Мы разрешили не надевать платок, а пойти в капюшон. Поднимаемся на второй и следующий этаж. Вид сразу на горы, на Батуми и на море. Очень красиво. Людей сегодня очень много. Два здания на втором этаже. Вот это. И вот это. Туда можно зайти, поставить свечи, помолиться. Там внутри очень красиво. Вот тут внизу есть какие-то подвальчики, что ли. Кирюшка хочет посмотреть, что там. Ну смотри, там не провались никуда, там может быть подвал. Не надо туда заходить, просто посмотреть, ну залазить, наверное. Для каких-то очень маленьких людей. Не, я не пойду вообще туда. Ты хочешь, сходи. Там, наверное, выход есть. Телефон мой там никуда не урони, фонарик. Что там? Посмотрим, что там, какие-то дырки вообще. Да? Ну тогда не ходи. Все, посмотрели, пошли дальше. На подвалы какие-нибудь. Старинные. Да? Внутри, право, в полу? Да. Ну вниз спускаться, конечно, не подниматься. Полегче. Вон там уже рядом сколько машин поставили. Кстати, закрывается в 5 часов. Вот мы сейчас шли, после нас закрыли уже. Выходили, и охранник закрыл калитку. А желающие вот все идут. Ну, в следующий раз пораньше приедут. С 10 до 5 можно зайти сюда. Так, теперь мы на набережной. Позади меня вот этот памятник алфавиту грузинскому. И вот этот ресторан находится на самой верхушке. Пойдем смотреть памятник целующимся влюбленным. Тут маяк и колесо обозрения. Это самая набережная, самое начало, подожди, самое начало набережной Батуми. Там собака будет. Нет, никогда не покупайте вот такие перчатки. Почему? Потому что в холодной никогда не покупайте. Покажи, как у тебя палец-то, какие непонятные. Вот такие, зато крутые, как в КСГО, сказал Кирюшка. Нет, в КСГО можно и такие, можно и другие. Уже закат. Люди гуляют. Квадрокоптер, да, летает вон там вверху. Честно говоря, мне всегда казалось, что они нам много больше по размеру. Они, оказывается, не такие уж и высокие влюбленные. Это влюбленные, его зовут Али, а ее зовут Нино. Они расходятся, потом целуются, сходятся и опять расходятся. Бабушка взяла Кирюшу самокат. Стоит 20 лари 30 минут. Уже, видите, солнышко садится и становится прям достаточно прохладно. Накатался уже, да? У тебя еще 20 минут есть. Сейчас будет подсветочка включаться. Ну, кстати, квадрокоптер летает, снимает. Сейчас они будут целоваться. Сейчас стемнеет еще подсветочка будет. Красота. Все снимают именно этот момент, поцелуя. И все. Опять разъезжаются в разные стороны. Мы сегодня решили поужинать дома. К тому же у нас еще осталось немножко оливьешечки. Сейчас заправим. Салат с курци помидоры. Мои любимые грузинские семечки. Это соус здесь мацони, кинза и чеснок. Я скажу, к чему. Рыбка осталась, колбаска, сыр, оливки. И ананас очень вкусный. Мы его на Новый год не разрезали. Сейчас вот мы его порезали. Такой обалденный. Просто супер. Класс. А на боже мы будем долмой. Купили в Вилмарте долму. Просто погрели ее. Ну, а погрели. Водичкой я залила, поставила на медленный огонь. Немножко уже подготовится. И картошечка. Еще рыба здесь. Не знаю, будет кто-нибудь ее есть. В общем, сейчас нам будет всем приятного аппетита. Будем кушать. Продолжаем наш влог. У нас уже утро. Куча новогоднего, постновогоднего мусора. Ну, как уже? После-после новогоднего. Да, закрыла. Кирюша пакет, у Артема пакет. Еще коробки. Еще мусор после подарков новогодних, распаковки. Ой. Сегодня последний теплый денек на улице. Потом начинается сезон дождей. Там вроде бы пять дней будет подряд идти дождь. Мы решили провести время съездить в крепость Петра. Еще завтра уезжает Теомина мама с Виталиком. Сегодня решили не терять время и провести с пользой сегодняшний день. Пока такая возможность есть, погодка есть. Ой, как хорошо. Граждансов, наверное, плюс 10 точно. Пусть сегодня 4 января, да? 4 января плюс 10. Класс. Смотрите, Кирилл дрессировщик. Симба, иди сюда. Давай. Оп. Давай мне. Симба, дай. Оп. Ой. Страшно. Нет, Симба, здесь нет еды. Здесь просто пакет. Опа. Апорт. Симба. Лови. Мы на месте. Крепость Петра. Парковочка здесь есть для машин. Идем? Да. Там, наверное, надо будет обойти. Нет, Кирюш, не по стенам лезть. Вот по дорожке. Лавочки красивые. 8 января здесь будут мероприятия, если не будет дождя. Ход бесплатный. Развлечения, аниматоры. Так выглядит крепость с высоты птичьего полета. Вот здесь вот вход. Огонечки висят. Касса не работает, поэтому вход... Бесплатный. Поэтому вход сегодня бесплатный для всех. Почему не работает? Может быть, просто сегодня выходной. Сегодня выходной у кассы, у них новогодние праздники. Мы здесь обойдем или сначала в крепость зайдем? А тут открыто. В этот раз, может, так пойдем? Давайте так. А потом, да, выйдем там. И выйдем туда? Пойдемте. Интересно. В тот раз мы там зашли. Несколько этажей. Кирюш, нет, направо. Пойдем, сынок. Кирилл. А там по кругу вот так можно идти. И дальше поднимемся. А там мы пройдем вообще, нет? Я не знаю, куда делся папа. Все, идем прямо. Я смотрю... Да, мы сейчас туда выйдем прямо. Тесли с колясочками. Здесь есть такой специальный подъемник. Лифт. Различные. Как красиво, да, здесь деревья посадили. Прям аккуратно. Получилась живая изгородь. А сверху виноградик растет. Такие классные деревья. Смотрите, корни видны. Видите, как он ползет. Поднимаемся. Можно спуститься. Еще ниже там погулять. Можно выше пойти прям к крепости. Видите, уже побежали. Погода супер для гуляний. По-моему, они пошли туда. Все, что сохранилось, все, что осталось от крепости. Немножко руинов. Камушки. Вот этим камням много-много лет. Какие-то уже осыпались. Какие-то еще держат строение. О, мостик наш любимый. Так. А в прошлый раз здесь было прям больше воды. Почти нет воды. Аккуратно. Осторожно. Пускаешься и поднимаешься. Ну, давай. Спасибо. Мама, еще дождешься? Сейчас я... Оп! Благодарю вас. Крепость была 549 года. И византицы... Здесь ее сами в конце разрушили. В ходе... После войны с Персией. Для того, чтобы варвары ничего коварного не сделали. Представляете, 549 год. Сами сломали, чтобы потом варвары сюда не пришли и не захватили ничего здесь. Ой! Камушек. Какие цветочки красивые. Красиво тут, конечно. А тут, мне кажется, мы еще не обходили. Ой, какой вид на Кабулете. Все, здесь тупик. Дорога. А там Кабулете. Пляж. Крапива. Это крапива. Вот это крапива. А это не знаю. Куда мы с Гришей забрались? Так, стой, без меня не уходи. Вот сюда садись на камушек. Я тебя сфотографирую. Сюда сядь. Видите, какой отсюда вид на крепость. Вон там мама, Виталик, Артем, Кирилл. А там море. Стой, дай мне ручку. Со мной за ручку, пожалуйста. Идем морюшку смотреть. Вон по дорожке давай, пойдем с тобой. Вид потрясный. Тут уже ветерочек. Рис капюшон накинь, тут уже ветерок. Вот так выглядят стекла прозрачные, а вот так выглядит стекло разбитое. А мы, кстати, в прошлый раз приезжали, оно не было разбитое. Кто-то его... А, оно только с одной... С одной стороны. То целое, а тут двойное стекло. А это разбитое, к сожалению. Вот так вот. Тут их два, видите? Раз, два. Одно, да? Одно нет. А вон Батуми, кстати, видно оттуда. Вот островочек, это Батуми. Класс. Здесь еще красивая очень дорожка. Цветочками каким-то, да, пахнет? Цветет. Мы сегодня везучие. У нас сегодня вход бесплатный. Ноль рублей. А так, по-моему, стоит... Гриша бесплатно, Кирилл там 2 или 3 лари, а мы, по-моему, с Артёмом то ли 4 лари, то ли 5 лари. Ну, в общем, там плюс-минус 100-150 рублей вход. Но если будете в Батуми, сюда обязательно сходите. Красивая крепость. Прям рекомендуем посмотреть. Приятное место нахождения. Чего они там? Идут, нет? Смотрите, что у Кирилла есть. Наушники. Поп-ит. Вы видели когда-нибудь такие? Беспроводные. Это Кирюшные наушники, у него спрашивают. Нет, они не соединяются. Ты их слушаешь без провода. Ты же к телефону не подключаешь провод, значит, они беспроводные. Они говорят без вообще беспроводные. Ну, внутри-то это понятно. Но так работают через блютуз. Мы приехали в Батуми, хотим сходить на площадь Европы. Там сейчас аттракционы, хорошая погодка, детей выгулить. Ну и, может, мы покатаемся. Так, куртку, наверное, придется сейчас снять, потому что на солнышке тепло. Гришна, кенгуру, будем кататься? Кирюшка хочет на большой батут. Не знаем сейчас, сколько стоит поразвлекаться. Пойдем спрашивать, билетики где продают. Будет веселье вовсю. Вот она, площадь Европы. Здесь перекрыли дорогу. Здесь вообще проезжая часть. Но на новогодние праздники ее перекрыли. Для того, чтобы дети развлекались, веселились. Пять минут здесь, Ларе. Пять минут, куда. Катитесь. Давай, Катись. Готовы? Кирилл, капюшон надень. Капюшон, да, надень капюшон. Ого! Ничего себе! Держись, Гриша, держись крепко. Пока! Ничего себе! Вот это аттракциончик. А что твой не прыгает? Ой! Ой-ой-ой! Помню, ходили мы в детстве в цирк. Там был и кенгуру. Кенгуроп был. Ему надевали перчатки. Гриша сейчас улетит. Надеюсь, Гриша не вытошнет. Какое-то лицо у него уже слишком серьезное. Рано, стойте. Сейчас остановится. Все хорошо? Надо сказать, Мадлоба. Мадлоба. Спасибо вам тоже. Дай, Мадлоба. Посмотрим еще, какие аттракционы тут есть. Вон, попрыгунчики какие. Ничего себе. Вау! Вот это попрыгушки. Посмотрите, машинки для маленьких. А здесь ярмарка. Продают всякие украшения, еду, шарики. Все, что хотите. А где Кирилл-то у нас? И елочка. Ой, сори. Батунская елочка. Посмотрите, вот там Ату Бриша. Я вижу сейчас. Нет, сними Ату Бриша. Подожди секундочку. Что надо сказать? Мадлоба. Где иди Мадлоба? Пойдем, Гриш. Куда? Пойдем на лавочку. Проходи. Ну не съешь, так и съешь. Проходи. Дай я вас фотографирую. Гриш, хочешь я тебе кое-что покажу? Смотри сюда. Ну что это? Твоя сладкая вата. Какая красавчик, а? Вкусная? Да. Очень вкусная, да, Гриш? Ями-ями. Это сахара. А еще вот Гриша на штанишке посмотреть тоже. Сахарной вате. Вытираешься? Вытирайся. Нет, ботинки не надо пока. Рот с руками. Это мы дома вытрем. Это уже все. Это дома. Папа сказал, мы с тобой пешком пойдем. Так что ты весь грязненький. Мы приехали в Батумский пивзавод. Он находится прямо вот так вот посреди улицы. Тут можно. Тут эти кафе вот рядом есть. Ну, давай возьмем. Ну да, давай возьмем, конечно. Хорошо. Лары. Ну там стоят чаны. Ну прям наливают пиво. Варят сразу. Сразу, ой, сразу здесь все. Адрес посмотреть, сказать. Ну, Батумский пивзавод набираете и... Все. 3 литра 9 лари, 5 литров 14 лари, 1 литр 2,50. Почему так? Все свеженько. А, 2 литра. Все свеженько. Что с ними? Какой большой пивзавод. У нас еще нужно 4 литра. Раз. Злова. Свежая. А, кстати, да, Тём, вот рыбку продают. Рыбка продается тут же, 12 лари стоит штука. А иногда вот, иногда вот здесь сидят. Ребята продают. Здесь она по 9 и по 8. И, в общем, здесь дешевле. Но их сегодня нет. Поэтому взяли за 12. Артём с мамой и Виталиком пошли на рыбный рынок. Хотят купить барабульку. Приготовить сегодня. Мы остались в машине. Сегодня будем пить батумское пиво, кушать барабульку и скумбрию горячего копчения. Что еще? А, картошки мы еще, наверное, сварим или пожарим. Сейчас посмотрим. Пожарим, наверное, картошечки. Будет у нас не ПП вечер. Прощальная вечеринка. Мама уезжает с Виталиком. Не завтра. Поезд, 8 утра. Электричка. Они поедут обратно на электричке до Тбилиси. С Тбилиси они пересядут на автобус на Краснодар. Из Краснодара мама пересядет на поезд до Саратова. А Виталик уже будет из Краснодара добираться до Новороссийска. Он у нас живет в Новороссийске. Что, купили барабульку? Да. Отлично. Увидимся, Кирилл. Так, барабулю показываю вам. Барабулю. На рыбном рынке стоит 30 лари килограмм. Ой, 20, да? 25. 25 килограмм здесь на 30 лари. Сами чистят ее они. Убирают кишочки, жабры, вот эти. Ну, какая-то побольше. Какая-то поменьше. Королевская. А соль добавляла или только специи? Соль. И соль, да? Сейчас она замаринуется, мы ее выложим. Специи тоже такие. Сейчас выложим на противень и в духовку. Отправим. Скумбрия королевская, ароматная, вкусная. И еще Арсен купил креветки. Кирилл просил креветочки. 2 лари 50 штука стоит. Это 75 рублей штучка. Штучно продаются. Вот, ну и свеженькие вообще. Бушки поотрывал, сейчас тоже посолю. Я буду на сковородке, налью масло, добавлю чеснок и получится чесночное масло. Чеснок вынимаем и в это масло обжариваем креветочки. Правильно. Обязательно пузиками вниз, правильно? Животиками. Да. Спинками вверх. Одна вон упала. Да, и поправим. Молодец. Молодец. И, что она там сделала? Молодец. Продолжение следует...